Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. И опять же, сегодня будет мукбанг. У нас сегодня будут кутабики, которых давненько уже не было. Мы будем пить сок мой, потому что он мой. Я сегодня вообще кутабы снимать не собиралась. Просто мама приготовила гору кутабиков. И я решила, ну как можно не заснять. Также сегодня обильно идут подготовки к видео на 100 тысяч подписчиков. Тут у меня зрители прямо издеваются надо мной, говорят, Айка, будет салют. А еще самый главный момент, это задний план. Как вам? Мне кажется, смотрится очень интересно и в то же время не отвлекает ничего. Хотя немножечко, на мой взгляд, уютнее было, когда я сидела. Ну, сзади там диванчики и все такое. Опять же, пишите свое мнение обязательно. Мне реально очень важно знать. Я буду прям руками кушать. Я извиняюсь всех эстетов. Прошу прощения, так скажем. У нас, значит, домашники фирма Цони и Цумах. А, Барбарис. По-русски Барбарис. Вот так вот. Я прям обильно полила мои кутабики маслом. Здесь у нас сколько? Шесть штук. Кто тоже любит кутабики, ставьте лайк. Как же вкусно, ребята. Вы просто не представляете, как вкусно. Я люблю именно зеленью. И именно в таком сочетании. Кстати, в прошлом видео я говорила, что спасибо огромное всем начинающим мукбанг-блогерам, которые говорят в видео о том, что им нравлюсь. Я мне реально очень приятно, потому что у людей уже немаленькая аудитория. Когда они называют мое имя, мне реально настолько приятно. И одна из моих подписчиц написала, что есть девочка, ее зовут Элизабет Мюллер. И она тоже в видео говорила, что я ее любимый блогер. Это реально очень приятно. Когда человек в видео говорит про тебя что-то, тем более что-то хорошее. Я вас очень люблю. Всех моих подписчиков. Всех, всех, кто любит тоже покушать. Вот. Давайте жить дружно. Немного барбариса. Мы часто, кстати, когда кушаем шашлык, и в частности люля-кебаб, обильно прям поливаем барбарисом. Поливаем, если так можно сказать. Но я считаю, что здесь это просто идеальное сочетание. И очень давно на моем канале не было кутабиков. У меня, например, папа тоже любит, когда много масла в кутабиках. Вот смотрите, с обеих сторон просто. Помазала сливочным маслом. Что касается моего вчерашнего видео. На мой взгляд, видео получилось очень-очень веселым, классным. Даже можно было бы его назвать из серии «Мама, не смотри это видео». Но моей маме оно не очень понравилось. Мама говорит, что это такое, ты подтягиваешь штаны. Мама сказала, возьми больше кутабиков. Я сказала, нет, ты что, я не смогу съесть? А сейчас я понимаю, это ерунда. Это просто семечки, ребята. У нас домашний кефир. По-русски называется мацони. Мы его очень часто вообще используем в повседневной жизни. Давайте поотвечаю немножко на вопросы. Первый вопрос задает Дмитрий Лебедев. Дима, тебе огромный привет. А про первое свидание понятно. Но расскажи, как он предложил встречаться. Или это произошло спонтанно. Я смотрю все твои видео. Очень классное. Я, если что, девочка. Извиняюсь. Я просто здесь... Здесь просто профиль. Называется Дмитрий Лебедев. Поэтому... В общем... Как предложил встречаться. Такого не было, знаете. Да будешь моя девушка. Я такая, да, да. То есть мы каждый день общались. И не было даже, знаете, какого-то намека на чувство. Но понятное дело, что... Если парень 24 на 7 вам пишет, это уже говорит о том, что у него есть к вам чувство. Ну, мне так кажется. Как бы с каждым днем мы все больше и больше общались. Потом я поняла, что мы уже не парень, не девушка. Ой, мы уже не друзья. Потому что он начал мне ревновать к каким-то мелочам. Вообще ревность это хорошо, когда в меру. У нас тут прямо в деревне есть сосед. Его жена на свадьбе пошла танцевать с другим соседом. И что здесь такого? Так он устроил такой скандал. Чуть не избил ее. Поградился разводом. В общем, постоянно у нас это концерты. Когда ему что-то не нравится. Я считаю, что это неправильно. Я бы не смогла, например, встречаться, общаться, выйти замуж за мужчину, который как-то ограничивает мою свободу. Вот. Я не считаю, что это нормально. То есть некоторые говорят, вот ревнуют. Значит, любят и все такое. Ничего подобного. Нельзя позволять человеку вмешиваться в вашу жизнь. Ну и что, что он претендует на место вашего мужа. Или у нас в университете была девочка. И она перестала с нами общаться, со мной. Еще с одной девочкой. Потому что ее парень просто не разрешает ей общаться с кем-то, кроме него. То есть он ревновал даже к девочкам. Это ненормально. Чувство собственности должно быть. Но оно должно быть в меру. У меня папа вообще не ревнивый человек. Вообще. Он просто доверяет моей маме. И никогда не было, знаете, таких сцен ревности. Да не только папа. Вообще у нас в роду нету ревнивых мужчин. Так скажем. Мой брат тоже вообще не ревнивый. Ему даже в голову не приходит, что, например, его девушка может общаться с кем-то, кроме него. Он даже не задумывается о таких вещах. Я думаю, что это хорошо с одной стороны. Вот. Нужно уметь доверять. Там мои дяди, тети. Ни одного ревнивого человека нет. И, наверное, это далось мне по наследству, так скажем. Мама тоже не ревнивая. И я не ревную. Как вкусно, ребята. Как вкусно. Просто это мало. Это мало. Мне нужна добавка. Надо слушать маму. Мама от начала сказала, что это очень мало. Итак, следующий вопрос. Задает его Валерия. Вопрос для следующего видео. На каком языке чаще всего ты разговариваешь? Очень люблю твой канал и смотрю с 10 тысяч. Спасибо огромное. Мне реально очень приятно, когда вижу такие комментарии, что меня так давно смотрят. Ура! 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 Что касается языков, я вроде отвечала на этот вопрос. Знаете, когда как? Вот, например, на улице, в общественном транспорте, не знаю, куда-то иду на какое-то мероприятие. Я не могу с человеком, просто увидев его, говорить на русском языке или на любом языке. Я сначала говорю, конечно же, на азербайджанском языке. И, наверное, выходя из дома, больше всего используется азербайджанский язык. Дома мы говорим на резгинском частично. 50 на 50 на резгинском, либо на русском. Азербайджанский вообще дома не употребляется. Почему этот кусочек такой хрустящий? Я не знаю, как вы, но я не наелась. Я думаю, что нужно пойти еще за двумя кутапиками. Ждите я сейчас. А я тут с добавочкой решила не мелочиться. И сразу 4 кутапика. Все равно съедим. Все равно съедим. На улице так холодно. В прошлом видео я сказала, что на улице минус 1. И вообще одубить можно. И все почему-то угорают надо мной, что минус 1 и так холодно. То есть мы минус 30. Нормально у нас люди пишут из России, из Сибири. Но я вам так скажу, ребята. Не хочу плакаться, но здесь хоть и минус 1, но здесь очень холодно. Потому что здесь климат такой. Так как ветер, этот холод настолько ощущается. Я не знаю, может мне кажется. Люди, напишите в комментариях. Вот этот ветер, он вообще прям до твоих костей доходит. Настолько тебе холодно, ты стоишь такой. Наш минус 1, мне кажется, это ваш минус 10. Добавочка как кстати была. Я подумала, я все равно еще кушать буду. Лучше уж с вами покушаем, чем потом втихаря там хомячить без вас. Вот. Ой. Рассыпала. Если вы тоже кушаете, всем желаю приятного аппетита. Удачного дня. Я сегодня видео монтировала для Айкука, представляете, 3 часа. У меня прям так язык заплетался. Вот никогда в жизни у меня такого не было. Я говорю что-то. И вот концовка, окончание, что-то такое. Ужас просто. Еще мама над душой стоит и говорит. Ой, здесь ты как-то без настроения это слово сказал. А здесь вот с настроением. Я говорю, мама. Еще знаете, когда торопишься. Вот у меня всегда так. Если я тороплюсь. У меня 100% ничего не получится. Пока монтировала, так проголодалась. Сейчас вот закончу снимать и выложу вам Айкук на мамин канал. Мама прям так переживается. Попробуйте так. Я, кстати, вам ссылочку оставлю обязательно. Кутабики. Правда, это не вот эти. Вот прям мы давненько готовили и сняли рецепт. У меня кутабики ассоциируются с деревней. Всегда мы, когда ехали в деревню к бабушке. Бабушка тогда еще молодая была. Она нам готовила эти кутабы. Я просила ее готовить мне без лука. И она готовила мне один без лука. Я, конечно же, одним не наедалась. Отбирала у брата. Мы потом с ним дрались. Из-за еды. Потом я просила папу дать мне свой кутабик. И он давал. А я еще опять оставалась голодная. У меня, знаете, всегда был аппетит хороший. Всегда. Ну, если не считать прям раннее детство, уже подростковый период и так далее. Вот. В раннем детстве у меня не был аппетит. Но, когда я уже стала так подростком, когда уже могла драться со своим братом, вот сколько мы дрались реально. Это просто... Просто фильм надо снять. Как вкусно, ребята! Сказать, что я наелась, я собру вам. Реально хочется опять добавки. Это очень вкусно. И это кажется, что это много. На самом деле нет. Сколько я села? В общем, не помню, сколько я села. Но я хочу еще. И еще есть. Самое главное, что еще есть. Пойду на кухню. Кушать еще кутабики. А с вами уже вынуждена прощаться, потому что уже получается слишком длинное видео. Всем желаю удачного дня. Приятного аппетита. С вами была Лайка Эмили. Всем пока!